Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост. Мы проходим этот путь, путь подготовки, путь очищения, такого самоанализа. В детской школе искусств поселка Развилка прошел фестиваль-конкурс «Примавера». Наверное, это большое счастье, когда работа является любимым делом и хобби одновременно. В Видном состоялся открытый турнир по каратэ и кикбоксингу. Ну, вообще, в меня многие мальчики боятся в классе, и как-то увереннее себя чувствуешь. В связи с невозможностью исполнения своих обязанностей главой Ленинского городского округа, Совет депутатов муниципалитета принял решение назначить временно исполняющим полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкина. Эдуард Петрович работает в администрации округа с 2018 года. До настоящего времени занимал должность заместителя главы администрации по вопросам территориальной политики, развития и взаимодействия работы территориальных отделов, подготовки и проведения выборов всех уровней территориальной и общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, противодействия коррупции и мобилизационной подготовки. 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост. Он является подготовкой верующих к великому празднику Рождества Христова. О значении этого поста с прихожанами и настоятелем Александрневского храма города Видное поговорил Максим Козлов. Для людей невоцерковленных зачастую пост это повод похудеть, почистить организм от шлаков или ограничить употребление алкоголя. Но для тех, кто преисполнен верой, это очередной духовно-нравственный путь к важной цели. Мы проходим этот путь, путь подготовки, путь очищения, самоанализа, покаяния, для того, чтобы достойно встретить этот праздник, чтобы почувствовать всю благодать этого праздника. В православном календаре четыре многодневных поста. Также в течение года верующие постятся по средам и пятницам. За 40 дней до праздника Рождества Христова начинается рождественский пост. Главное ограничение не в еде, а в поведении. Ничто так не ненависно Богу, как осуждение, потому что Бог праведен, а осуждение исполнено несправедливости. По учению церкви пост не цель, а средство отвлечься от жизненных удовольствий, сосредоточиться и подумать о душе. Без всего этого он становится всего лишь диетой. Для всего мира Новый год, самый такой праздник, у нас как-то больше Рождество празднуется у людей, которые верующие ходят в храм. Всегда радостно на душе, когда готовишься к этому празднику, потом с радостью встречаешь. В ходе поста верующие, хоть и воздерживаются от употребления различных продуктов, во время поста Рождественского существует и послабление. Если Великий – это очень строгий пост, там рыбы не положено вкушать, то в Рождественском посту позволяется вкушение рыбы, кроме сред и пятницы, всего в периода поста. Поэтому можно сказать, что он менее строгий, чем Великий. Закончится пост после праздничной литургии 7 января. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В минувшие выходные в детской школе искусств поселка Развилка выявляли лучших вокалистов и исполнителей на музыкальных инструментах в рамках фестиваля конкурса «Примавера». Фестиваль-конкурс «Примавера» проходит в детской школе искусств поселка Развилка с 2019 года. Ежегодно он собирает музыкантов от 6 лет до взрослых профессионалов из разных городов. С каждым годом исполнительский уровень именно на этом конкурсе, на «Примавере» станут все выше и выше. И это очень-очень радует. А для меня, как для директора, очень большая гордость за своих учеников, что у них есть возможность принять участие в составе такого творческого конкурса. Организаторы фестиваля – Международный творческий центр «Мирис» с руководством ДШИ связывают давние дружеские отношения. В течение двух дней на сцену поднимались вокалисты и исполнители-инструменталисты. Основная цель конкурса – обмен опытом, выявление талантливых детей, предоставление возможности выступить на хорошей большой сцене, показать себя. На этот раз в фестивале принимали участие музыканты из Москвы, Московской области, Ярославля, Воронежа и даже из далекого Владивостока. Учащийся музыкального колледжа имени Скрябина Юрий Роганов получил награды сразу в двух номинациях. Музыкой я занимаюсь с четырех лет на фортепиано и с пяти на виолончели. На этом конкурсе я уже выступаю с 2019 года. Один раз выступал в Ярославле и уже много раз здесь. Он выступал на двух номинациях – вчера на пианино, а сегодня на виолончели. Большую роль в успехе Юрия сыграла его старшая сестра. Именно благодаря ей он начал заниматься музыкой, а сейчас она выступает с ним в качестве концертмейстера. Наверное, это большое счастье, когда работа является любимым делом и хобби одновременно. Мне очень нравится и преподавать, и играть, и как виолончелистка играть в оркестре. Я пока не знаю, кем в дальнейшем четко хочу быть, но в такой профессии, как музыка, можно совмещать множество вариантов. Оценивали выступления участников профессионалы, обращая внимание не только на технику исполнения, но и эмоциональную составляющую. А критерии, конечно, художественный подход просто к исполняемому материалу – выразительность, отточенность штриховая, отточенность технологическая. И очень важный проект, я считаю, по отношению к детям, к педагогам, к их родителям, потому что 23-й год – год педагога и наставника. По итогам фестиваля лучшие исполнители получили заслуженные награды и грамоты. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Новогоднее чудо уже близко. Создание праздничной атмосферы в Ленинском округе идет полным ходом. Жители ожидает развлекательная программа, а также конкурс на самую лучшую елочную игрушку. 1 декабря пройдет традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Под звуки оркестра любимые герои выйдут на улицу Видного и порадуют жителей новогодними песнями. В этот же день загорится праздничная иллюминация. В рамках областной акции «Зажги елку» с 1 по 3 декабря в 16 местах округа будут организованы анимационные представления для детей и взрослых. Каждый сможет зарядиться новогодним настроением и провести досуг интересно и весело. Также телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести» объявляют семейный конкурс на лучшую самодельную елочную игрушку. Конкурс продлится до 15 декабря, а каждая работа займет место на елке в фойе кинотеатра «Искра». Победители ждут ценные призы. Ждем вас по адресу проспект Ленинского комсомола 6А с понедельника по пятницу. Не упустите возможность окунуться в магию новогоднего праздника. Своих не бросаем. Такой девиз видновчанин Геннадий Чесноков наносит на рабочие инструменты, которые, собственно, ручно изготавливает и отправляет бойцам в зону специальной военной операции. Подробнее в сюжете Инги Янчук. В этом дворе на Ольховой улице постоянно кипит жизнь. Неравнодушный житель Геннадий своими руками создает молотки и топоры, которые позже отправятся в зону СВО. В пунктах приема металлолома Геннадия Чеснокова знают давно. Именно там мужчина забирает старые инструменты, отслужившие в бою, чтобы обновить их, сделать новые удобные ручки и обработать от ржавчины. Они в таком виде поступают. Ну, а дальше начинаем от ржавчины защищать, делать рукоятку, ручку топору делать. Вот мне его отдали. Ну, он совершенно... Ну, даже пораниться нельзя будет. Ну, при желании, конечно, а так вот пораниться нельзя. Более сорока изготовленных Геннадием инструментов уже применяются и служат верой и правдой бойцам в зоне специальной военной операции. Также мужчина производит печи из барабанов стиральных машин. Три уже переданы в качестве гуманитарной помощи. Барабан я выдергиваю. Дальше я у ребят в металлоломе ищу подходящий тормозной диск, чтобы сверху положить его. Как он нагревательный элемент будет, так сказать. Все. Ну и отверстие прорезаю. Очень просто. Все приспособления необходимы и для восстановительных работ в зоне боевых действий. Туда же отправляется груз для священнослужителей, работающих в зоне СВО. Вешалки для церковного облачения, которые мужчина делает сам. Первый раз отправили партию, по-моему, больше 20 штук с Феликсом. Это председатель Координационного совета общественной и политической организации Ленинского района. Он как раз туда готовился и сам очереднево отправил. 42-я мотострелковая дивизия передала благодарственное письмо Геннадию за его помощь бойцам. Видновчанин отмечает, что помогает он от чистого сердца. Геннадий, держи. Я говорю, спасибо. Не ради наград, но приятно, пустячок. На своем примере Геннадий Чесноков призывает всех, у кого есть какая-либо возможность, помогать бойцам специальной военной операции. В одном из видновских клубов единоборств прошел турнир по каратэ и кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие ребята в возрасте от 7 до 15 лет и девушки от 18 лет. Наблюдала за поединками наша съемочная группа. Соревнования в клубе единоборств по каратэ и кикбоксингу проводятся ежегодно при поддержке администрации Ленинского городского округа. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Такие мероприятия мы стараемся проводить как можно чаще, насколько это возможно. Мы проводим для того, чтобы популяризировать спорт в Ленинском округе, в первую очередь, ну и в целом в России. Сейчас, на данный момент, я очень сильно хочу, чтобы наши дети развивались, не только интеллектуально, но и физически. В соревновании приняли участие спортсмены разного уровня подготовки. У новичков была прекрасная возможность набраться опыта у профессионалов. Для Маргариты Поморцевой это первый турнир. Спортсменка была уверена в своих силах благодаря поддержке семьи и тренера. Настрой боевой, естественно. Я же не просто так сюда пришла. Когда вы готовились к поединку? Около месяца. Как только узнала, что он будет. Староданула готовиться. Нет страха перед соперником? Конечно, есть. Страх всегда есть. Это же соревнования. Страх не перед соперником, страх перед собой, что не оправдаю свои ожидания скорее. Несмотря на юный возраст, Ангелина Махмудова уже участвовала во многих соревнованиях. Занимается каратэ 6 лет. Считает, что этот вид спорта отражает ее характер. Ну, вообще, в меня многие мальчики боятся в классе. И как-то увереннее себя чувствуешь. Когда ты идешь по улице и знаешь, что ты можешь ждать сдачи, если что, это уверенность. В дальнейшем тренерский состав клуба планирует открыть специальный проект, в рамках которого школьники муниципалитета будут бесплатно посещать занятия по боевым искусствам. Мы от себя готовы предоставить зал, готовы выделить время, готовы подключить тренерский состав для того, чтобы дети приезжали к нам. Мы организацию перевозки детей тоже берем на себя. По итогам соревнований все участники турнира показали свое мастерство и завоевали заслуженные награды. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.